Правила безопасности, меры предосторожности, оказание первой помощи – это вещи, которые должен знать каждый человек. Но, к сожалению, зачастую ими пренебрегают, что приводит к страшным последствиям. Так и произошло 16 ноября в деревне Тарычева. В результате пожара здесь погиб мужчина. В минувшую субботу сотрудники МЧС провели с местными жителями собрание, на котором рассказали, как соблюдать меры противопожарной безопасности. Подробности этой трагедии в репортаже Юлии Богосян. Ранним утром 16 ноября житель деревни Тарычева Александр почувствовал едкий запах и, выйдя на улицу, увидел, что соседний дом окутан пламенем огня. Он попытался подойти ближе к очагу пожара, но сразу понял – в дом ему не войти. Помещение горело изнутри. Все, что он мог сделать – это предотвратить распространение пожара на ближайшие строения и вызвать МЧС. В результате происшествия погиб хозяин дома – инвалид второй группы. По факту случившегося, сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций в течение недели будут проводиться встречи с местными жителями о противопожарной безопасности. Дело в том, что это первое такое собрание со службой МЧС и представителями администрации, которые сейчас уже по факту то, что случилось, нам начинают рассказывать, как надо себя вести в экстремальных случаях. Но проблема не в этом. Проблема в обеспечении данного поселения именно системы пожаробезопасности. Значит, и сами сотрудники пожарной инспекции, которые приезжали, они сами говорили, вам бы хотя бы сюда один гидран. Потому что сами наряды были вынуждены при тушении пожара ездить в город, чтобы перезаправлять эти машины. В деревне есть пруд, который вполне мог бы стать противопожарным. И это решило бы вопрос водоснабжения при тушении пожаров. Но по стандартам, пока его не углубят и не приведут в порядок, им нельзя пользоваться для забора воды. Надзорный отдел МЧС давал предписание администрации города Видное обратить внимание на то, что в Тарайчево нет пожарного водоснабжения. Однако пока предписание не было выполнено. Мы, как пожарный надзор, контролируем деятельность администрации, органов местного управления по исполнению своих полномочий. С периодичностью, которая указана в федеральном законе, не чаще, чем раз в два года, мы их проверяем. В прошлом году была проверка городского поселения Видное. Было вручено предписание, где по деревне Тарайчево тоже указано отсутствие водоснабжения. То есть предписание это есть. Им это предложено к выполнению и применены меры административного воздействия в виде штрафа. Но лишь по окончанию срока предписания надзорный отдел может начать проверку. Поэтому сотрудники МЧС и проводят подобные агитационные встречи, чтобы обратить внимание жителей, насколько важно соблюдать противопожарную безопасность. Юлия Пагасян и Адами Анталия Буслаева, Видное ТВ Адами Анталия Буслаева, Видное ТВ